Одесса – это город надежд, неизгладимых впечатлений, которые навсегда остаются в сердце. И такой город рождает творцов, дарит им вдохновение, а они в ответ воспевают и восхваляют его. К таким гевцам принадлежит Петр Нагуляк. С творчеством этого художника и левчовцы могут познакомиться на его персональной выставке «Свежее дыхание весны», которая проходит 7 марта в нашем городе в Музее изобразительных искусств имени Александра Белого. Петр Нагуляк родился на Одессине в селе Кахановка. С детства, вбирая в себя красоту южных пейзажей, решил, что станет художником. Учился на художественно-графическом факультете Одесского государственного педагогического института. С 1986 года он участвует в городских, областных, всеукраинских и международных выставках. Художник неутомимо ежедневно работает над натюрмортами и пейзажами, оттачивая мастерство. Его работы отражают состояние полноты света. Это особый дар – видеть, ощущать и передавать в своих работах световую гамму природы. Он пишет то, что ему близко, то, что воспринимает его тонкая и гереческая душа. Природа всегда способна обогатить нас радостью, счастьем, новыми открытиями. И выставка Петра как раз является таким свежим глотком воздуха. Потому что то, что он пишет, близко каждому человеку. Сюжеты простые, но в каждом из них заложен философский смысл. Нам надо беречь, любить и ценить то, что нам дарит окружающий мир. Работам Петра Нагуляка присущи насыщенные торжественные краски. Градации от нежно-голубого к насыщенному синему, от бледно-розового к ярко-красному. Его картины то спокойные, то бурные и яркие. В зависимости от дня, погоды, состояния души творца, от его видения натуры. Сам мотив, трудно сказать, как я его нахожу, но нахожу. Что-то нравится световые карты, что-то нравится присутствие человека. Хотя он очень редко у меня в работах, сам по себе, для человека практически отсутствует. Но присутствует везде, в работах явно чувствует. Я учился в музее, и все творчество моё основывается на музеях. Поэтому я всегда с радостью отвлекаюсь на любые художайские музеи, взял выставки. И в разных музеях был выставки. В своем творчестве художник осваивает и развивает традиции Южно-Русской школы живописи. Это очень чувствуется, как в произведениях много света, солнца, воздуха, простора, что свойственно этой школе. Работы художника высоко оценивают не только обычные зрители, но и коллеги-художники. Они все для меня первые. Как ни странно, казалось бы, конкурирующая фирма. Просто они каждый там уголки. Мы часто много пишем вместе, я знаю темативы. Просто он, почему интересно с ним работать, скажем. Во-первых, компания, во-вторых, он видит это как-то чуть по-своему. Я чуть по-своему, как бы один-другой напоминал. Очень хочется признаться, как бы я давнишняя поклонница вашей живописи. И лишний раз, как бы, вот хочется этого все в своей жизни заявить. Живопись великолепная, прекрасная. Выставка «Свежее дыхание весны» была приурочена к Международному женскому дню и стала прекрасным подарком женщинам Миличевска. Живопись мастера проста и понятна каждому. Есть в ней что-то теплое и приятное, что-то от чистой и искренней души художника. Картины Петрана Гуляка притягивают к себе зрителей удивительным чувством гармонии отношений художника с окружающим миром. Все его произведения – это гимн природе непорочной. Это гимн красоте вечной и совершенной.